Ольга Прокофьева, Вера Новикова, ведущие актрисы академических театров Маяковского и Вахтангова, а в прошлом ученики Наталья и Примак. Сегодня они почетные гости на премьере спектакля «Вверх по лестнице», ведущие вниз, когда-то сами мечтавшие сыграть роли школьников-бунтарей. Я сюда-всюда приезжаю с трепетом, потому что это, конечно, моя память не может стереть никогда, этот драм-кружок, эти занятия. А потом эта же пьеса шла очень давно, когда я еще была совсем маленькая в драм-кружке, и эта пьеса тоже Наталья Валерьевна очень давно ее ставила. То есть это какой-то такой, в общем-то, ее большой привет. Тем временам я безумно завидовала старшеклассникам, которые уже играли эту пьесу, и я так завидовала, думаю, почему я не с ними, почему я не там. Вот это чувство, вот столько лет прошло, очень много, что я вот оно не забыла. Помню «Дом офицеров», где они это играли, и я прямо в зале себя помню, даже помню чуть ли не ряд, где я сидела, и это было очень трепетно. Поэтому я сюда всегда приезжаю, к моему первому учителю, который привил мне эту любовь к театру, вообще все, что я делаю сейчас пожизненно, эту прививку мне сделал. Всегда приезжаю с трепетом, хочу смотреть на этих детей, потому что что-то, конечно, там есть, и то, что мы испытывали, а что-то в них совсем новое. И хочется за этим бесконечно наблюдать, удивляться и восхищаться. Наталья Примак задумала поставить эту пьесу с современными детьми давно. Ждала, когда юные актеры подрастут и будут готовы к такой психологически сложной постановке. За пять минут я слова сказать не успела. Меня бросили тряпкой, обозвали девочкой, сказали, что девочка что надо. Ну что мне делать с учеником, который говорит мне привет училка. Я просто идиотка со всеми своими дипломами по педагогике. Пришлось ей разумное, доброе, вечное. А дети меня ненавидят уже за то, что я учительница. Ну что вы! Когда они кричат «Привет, училка!», это значит, что вы им понравились. Нужно ответить «Привет, зубрилка!». Этот спектакль особенный, потому что это бывшая моя дипломная работа. Я спектаклем «Верх по лестнице, ведущий вниз» защищала диплом в Щукинском училище, на режиссерском факультете. Конечно, другим поколением артистов, тоже самодеятельных артистов школы номер 10. И вот сегодня, спустя много лет, мы играем этот спектакль с новыми ребятами в 21 веке уже. И тем не менее, очень интересно, потому что проблемы школы, проблемы любви и взаимопонимания, они всегда остаются. Тем более грустно, что это американская школа, и вот то, что пришло, а раньше, в общем-то, у нас не было в школе, агрессия какая-то, какое-то недоверие, какая-то вот импульсивность, вот это пришло в наши школы, и вот это есть в этой пьесе. С особым чувством актеры играли в этот день на сцене, посмотреть на себя со стороны, по-другому оценить колоссальный труд учителя, понять свои ошибки и вовремя их исправить. Всему этому учит спектакль. Ребята словно играют самих себя, хотя и признаются, что в обычной школьной жизни они другие, добрые, отзывчивые и трудолюбивые. Им никогда не хотелось походить на героев пьесы. Работа Белл Каффман мне очень понравилась. Она фактически придется для каждого школьника, он найдет в ней что-то свое, особенно это название, вверх по лестнице, ведущий вниз. Каждый ученик сможет увидеть себя, каждого учителя, который в их школе, которые какие-то есть неправды, неправильные учителя, которые обращаются не так, как нужно к ученикам, а ученики просто ищут поддержки, любви. Ведь не даром говорят, что школа – это наш второй дом. Меня так это все затронуло, то, что я тут играю много лет уже, и мне это очень понравилось, и я захотела связать, играть на сцене, потому что я чувствую себя как дома. То есть я комфортно себя ощущаю, и мне нравится переволошаться в другие роли, не знаю, там, дурачиться, все, мне это очень нравится. У меня на самом деле никогда не было проблем с учителями, но действительно, благодаря этой работе ты понимаешь, насколько им трудно, ну, пытаешься побыть в их, ну, как бы, лице, играя на сцене именно учителей. Эта премьера уникальна еще и тем, что на сцене играют выпускники театральной студии «Дебют», а в зале сидят бывшие выпускницы Натальи Примак. Известные актрисы, которые стараются часто приезжать в гости к любимому наставнику и внимательно наблюдают за тем, как растут дети, и как театр меняет их жизнь. Детям очень повезло. Я вообще считаю, что дети, которые, вот чем больше в них, ну, поскольку я уже там и мама, и бабушка, то вот чем больше в них в детстве вкладываешь, и чем больше они чему-то научатся, тем они легче найдут дорогу в жизни. То есть, когда они попробуют и это, и то, и пятое, и десятое, и танцевать, и петь, и плясать, и там, как это, и мне еще и на машинке строчить, и плясать охота, и кружок по фото. Вот чем больше им дать, тем, и вообще просто, вот, если они вкусят, если так можно выразиться, вот эту радость и почувствуют вкус творчества, они уже никогда не выберут, ну, какую-то дорогу такую вот скучную, ну, какую-то, вот, мне кажется, они во всем, вот, в любой профессии, даже если они не станут там артистами, режиссерами, там, художниками театральными, они все равно будут искать какую-то ноту творчества в любом деле. Вместе с героями пьесы зрители проживают целую жизнь, сопереживая каждому из них. Ложь, предательство прочно поселилось в сердцах персонажей, но, несмотря на это, учитель старается разглядеть в каждом ученике светлое, доброе и чистое. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.